ну и ты пошел на всем привет и вы на канале студии ну да да на нем на него и сегодня у нас у нас по традиции по традиции новинок обзор новинок и и то что взорвало интернет недавнее время и мой пукан наконец-то в россии есть они за ними охотились вообще все да все охотники ходить за кран чичитос убивали людей осуждают на всяк случай ездили специально люди в америку что попробуем кран чичитос ездили к сэндеку в этот в питер в магазин его потому что кота мы были на привозил вот и наконец они в общем то это конечно не совсем та классическая версия это специальная новая российском рынке тоже твердая но классический кран чичитос немножко не такой не очень если честно я их не ждал я не знал что существует нет я знал 1 детстве где-то в загранице было и там до этого там где-то магазин типа такие да но я даже не пробовал мне кран чьитос не пробовал вот я сейчас на первый раз пробую просто дали таки бывает потом ну давай пробовать давай такой первичка затем это это с ветчиной сыром ветчиной сыра пахнет знакомый запах как чита с сыром пахнет да точно точно пахнет классическим чита с сыром он существовал только кранч и он был только твердый я в детстве только видел обычный как это специально для российского рынка сделали такие мягкие очень странно это прикольный не нравится это прикольный чита с на закусочку можно не на эффект мне очень нравится одобрять и вкус кстати на сыр не похож есть отличие да вкус и а у запах похож на запах похож на по вкусу реально но цель чего классический такой который бывает ну я ставлю четверку попробовать точно стоит да и в принципе так вот если он будет как бы постоянно в магазинах то иногда вполне можно брать на ровне с таким например как чита сам нам сыром типа захотел помягче но все-таки на кетчуп на кетчуп тоже и второй вариант это чили сладкий да он сладкий чили я вообще кстати много что с сладким чили пробовал мне нравится сейчас но сам соус сладкий вкусный а вот соус это не люблю это похоже на этот лейс чили лайм но еще более тонкий без милайма чили лайм лейс он более острый просто эти не острые но более мягкие такие на вкус более вот сладкий сладкий и кислинка такая вот это топ вкус вот это я думаю вообще зайдет всем блин там такой набор вкусов на водопад прям во рту такой круговорот разных курсов и ты не понимаешь сначала сладко потом кислинка и чуть-чуть пряная вата стримка на такая вот легенькая офигенно вот это брак круто если этот это идет чем сравнить грубо говоря с обычных вкусов ты сразу понимаешь начинаешь страны в голове ну там похоже на сыр там то тем то вот это не похоже ни на что это оригинально это вообще то советуем это право наряду вот сыра что можно брать это может стать классикой новой классикой очень сейчас не более острые попала еще кому-то все разного вкуса какие-то некоторые послаще покислее вот это вот рынка попалась классно мне понравилось это очень круто это 5 из 5 это определенное то что я бы брал еще раз с удовольствием и на закуску у нас как дополнение к видосу так сказать чтобы уж не совсем до возвращаемся к россии российских российских российские новинки хрустим тоже выпустили в магазине вот а это лобстер а это пикантный рот забыла у них даже не написано что это новинки да их рекламируют гламурный кто он там офигенный запах прям такой барбекюшим дымчатый запах дымчатый очень вкусный но похоже на вкус на запах похоже на шашлык три корочки отец я уловил пикантность с первых слабовато выраженный вкус но пикантность не знаю причем здесь разбивающим в конце конце очень сладко как будто прям что-то сахарное как будто мед на медовость какая-то есть непонятно но однозначно проигрывать и там этому чьи-то су тем более на чьи-то су вот а если в плане хрустим линеек то я не знаю на уровне барбекю это тут было как его я тебе давал еще пробовать ну пряность есть пикантность 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 есть вообще не похоже мне чувствуется такой дымок ну такое ну можно взять но я бы еще раз наверное да в начале типа бьет вкус такой дыма в конце сладости небольшой вот запах очень хороший ну короче это тройка ну как бы это вообще может ближе может даже двойка последний наш сегодняшний новичок аккуратнее с такими словами запах запах знаешь на что похож на морскую капусту вот это кимчи японскую а еще похоже помнишь рак 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 был не ральфа хуже но по еще по-моему хуже и на вкус не то же самое по-моему больше тут же не рак по вкуснее рак насыщене рак как будто вот взяли того краба но я уже говорил в прошлом ролике там украды просто из него половину вкуса убрали крупно говоря а тут как будто еще больше убрали вкуса из того краба просто почти хлеб пустой и все невкусно ну на фоне розбифа он типа не хуже не почему хотя бы пикантность не странно запах него а вот на вкус у сломовато выражено нормально ну честно вот эта вся тема краб лобстер рак по-моему одно и то же в целом просто где-то чуть-чуть только вот по насыщенности краб вот и мига рак и лобстер сам вкус одинаковый вообще по-моему просто надо выпустить новинку давай выпустим бля то же самое только назовем только специи родственников его и специи поменьше бахнем и все вот и готов лобстер в общем для меня это вообще двойка не тройка вот это вот короче они для меня наравне я бы не стал еще раз набрать ну вот читасы это неплохой неплохой но это прямо да такие выводы ребята пробуем новиночки вкусно кушаем все лучше вкусно кушать чем не вкусно поэтому берем вот это и не вообще на как сказать не обламывайте да так что кратчи прекрасная новинка и если они добавят еще вкусов будет хрустим хрустим как-то в последнее время у него все новинки да вот такой вот обзорчик подписываемся на канал ставьте лайки можете писать комментарии и все дела и скоро еще новые видосы интересны всем пока вот а еще предлагайте новинки которые знаете вы я просто сказал пока уже не надо ничего все все вторинка ну и и Субтитры подогнал «Симон»